Главные новости среды 3 августа коротко на канале Система.Инфо. Информируем о том, что важно. В Украине 60% внутренних переселенцев потеряли работу. Об этом сообщает Международная организация миграции. По официальным данным, внутренне перемещенными в Украине является более 6,5 миллионов человек. МАГАТЭ потеряла контроль над Запорожской АЭС. Гендиректор организации Рафаэль Гросси заявил, все принципы ядерной безопасности были нарушены. Сейчас Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками. Они превратили ЗАЭС в военную базу. Первый украинский корабль с зерном прошел инспекцию в Стамбуле и вышел в порт назначения в Ливане. В Минобороны Турции планируют, что из портов Украины будет выходить один корабль с продовольствием в день. Экспорт зерновых позволит привлечь в экономику Украины около 10 миллиардов долларов, заявил президент Зеленский. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео и оставляйте свои комментарии под видео. Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России, включая эмбарго на поставки золота. Также страна заморозила все активы российского Сбербанка. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси покинула Тайвань после однодневного визита. Она встретилась с главой администрации Тайваня и посетила местный парламент. Американское издание Вашингтон-Пост отметило, настоящий кризис вокруг Тайваня может начаться после возвращения Пелоси в США. Китай уже объявил военные учения по всему периметру острова с 4 по 7 августа. Для польских школьников ведут обязательные уроки стрельбы и спасательных работ в городских условиях. Нововведение стартует с этого учебного года, заявили в Минобразование Польши. Это были главные новости среды 3 августа. Оставляйте комментарии и лайки под этим видео. Чтобы не пропустить ежедневные итоги главных новостей, подпишитесь на Система.Инфо. Мы информируем о том, что имеет значение.